Продолжение следует... 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 Так. Что у нас здесь? Вот мы и встретились. Я уж думал, что не судьба. Видимо, ошибался. Что ж, совсем бывает. Пожалуй, я перейду к делу. Ты наверняка хочешь знать, что произошло и чем же это закончится. Не поверишь, я тоже хочу это знать, но на все вопросы ответов, увы, нету. Все, что тебе нужно знать, это то, что я выполнил довольно крупный заказ и угодил в чью-то хорошую спланированную западню, если бы на этом все закончилось. Тут, наверное, надо было читать немножко более размеренно и медленно, но я протараторил как Тина Кандлаки в лучшие голы на передаче «Самые умные», поэтому заставочка не заканчивается. А, все, можно было пропустить. Так, ну вот это я, ребята, уже видал. Буду честен, с вами этот стартовый лабиринт я уже видел. Я с ним начинал, я снимал ролики отсюда для разработчиков, для их трейлера. Тогда игра немножко подлагала, сейчас я уже вижу, что это 140 в плюсом там с FPS, как бы все прекрасно, поэтому можно не жаловаться. В заперти выбраться из лаборатории. Да-да-да-да-да-да-да. Тут, честно говоря, довольно интересный старт. Ты стартуешь за Грифа, довольно знаменитый наемник, да, по прозвищу Гриф. У нас половина нахрен просто, да, броня наемников. У нас все равно все две аптечки и один ножик. Тут старт интереснее чем? Что ты стартуешь в лаборатории и как бы научишься убираться постепенно. Вот, так сказать, находя себе амуницию. Вот он, пистолетик. У нас что-то еще было. Бинокль, армейская аптечка. Фонарик есть? Фонарик есть. Причем фонарик прям, я вам скажу. Добротный, китайский ультрафиолет, прожигающий глаза. Так, патроны у нас в этой берете заряжены. Да, десяточка есть. Шикарно. Кстати, а почему у нас интерфейс отсутствует? Это такой стиль? Или я что-то где-то убрал из галочек? Подождите. Конечно. Походу остались преднастройки. А, кстати, вот тут, видите, уровень сложности начать. Ну, я, наверное, менять не буду, но пусть будет так. Это я, наверное, когда снимал трейлеры, поставил преднастройки старые, они, блях, так и остались. Во, 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 игра заиграла краской. Появился интерфейс, все стало шикарно. Хотя, может быть, и нет, хера его знает. Может, кому-то было более атмосферно играть в лаборатории, выживать. Опа, нашли патрончики. Без интерфейса. Тут, короче, вот там вся соль, вся суть. В самом начале, так сказать, сейчас выжить именно невезеря на то, что не хватает припасов. Ты в западне, все не очень хорошо. Поэтому... Ну, вот они, вот они бегут, хомячки. Да, мои зайчики? Тихо! Так. Че, патрончики? Ух, плевка! Раз. Та, ё-моё! Два. Тихо, тихо. Тихо, три. Та, ёбка, заново! Спокойненько, спокойненько. Дышим, 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 дышим. Я, просто, в начале, ребята, дышал неровно, поэтому патроны летели куда-то вскользь. Та, ёбка, тебя заново! Попал, где-то, попал. А вас здесь много? Можно уточнить вопрос? Я, как бы, просто тут так, знаете, пробегал мимо, мне бы выйти, да и все. Ёбка, твою мать, тут, сука, этажи-то. Че-то идем и идем. Как будто я попал в детство, она говорит... Ах, ты же здорово, Петрович! Тихо, 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 уберись! Ой-ой-ой, кореш, блядь, ты же боришь! Бинтик! Да ебать, тушись, тушись! Дядь-дядь-дядь-дядь! С дроболыгой вон. Так, бинтосик. Ба, бодрячковое начало, мне пока нравится. Бинтосик быстро накинул на себя. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Калашетский сюда. Оп, что? Тихо. Ух, бляха! Что, мой твой, происходит? Можно поинтересоваться? Вот этого, ребят, уже не было. Я этого не видал. Тут доработали некоторые, так сказать, сюжетные моменты. А-а-а! Понятно, кто, так сказать, надо этот, блядь... Ну, сказал парню, надо умело его пристрелить в себя. Есть такой тут дядечка. Контролер местного разлива, я так понимаю. А у нас водяра, если что, есть. Я отобьюсь Вовой. Просто кину в него бутылку и все. Ну, либо посижу на нее. Так, дроболыги, иди сюда, родная. Это все надо сейчас подразрядить. Калашевский. У нас там, по-моему, без пятнашка патронов. А на дроболыжке? А на дроболыжке? О-о-о-о! Шестера! Ну, блядь! Тихо, тихо! Он что, встал, что ли? Братан! Братан, не надо! Подожди! Отдохни, кореш! Поеб тебя за ногу! По какого хера? Зомби так не должны стрелять! Да я что-то не понимаю, блин. В чем проблема? В чем, мать твою, проблема? Тут дистанция метров пятьдесят. Как это толкаш, тридцать с руками в меня попадает. Я не врубаюсь. А он лег. Все. Отдыхайте, товарищ Алексей. Етить его за ногу. Так, дроболыжка. Быстро, 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 быстро. Смотрим, смотрим по ресурсикам. О! Гранат кидали. Ну, блядь, можешь хорониться. Контрабасик, можешь хорониться. Есть граната, нет контролера. Тут все очень просто. Ничего, ничего. Ой-ой-ой, какая нычка. Какая прелестная нычка. Ебать, вот Володи насыпали. Мы, походу, после этой западню строим еще рингу, знаете. Типа, спасся. Так что можно и прибухнуть. Не проблема. Нормально все? Надо все поставить, наверное, быстрый доступ к армейскому аптечку. В случае форс-мажора, ебану. Товарищ военный, почему вы обосрались и не спасли, так сказать, людей, которые вырывают в этой лаборатории? Только выпитец происходит, а вы сдохли. Это нехорошо. Вас к этому всю жизнь готовили, а вы вот так вот. Так, что за складское помещение без ничего? Абсолютно пустое. А я буду... Я расстроился, я буду жаловаться. Типа, что это за херня? У меня показали склад, а у него нихера нету. Здесь тоже ничего нету, что ли? Ой, ой. Вы слышали? Да, я уже слышал это просто. Ну, блядь. Не надо. Я просто как-то, ну... Знаете, у меня прям чуть ли не до панических так происходит действие, когда я слышу снорков. Кто угодно, только не снорки. У меня как-то с ними не... Это не контач. Слушайте, я ж могу в них кинуть грену, наверное, по-хорошему. Надо просто их положить. Пустые склады, я тут хожу, хожу, что-то пытаюсь найти, нихера нету. Чё так стрёмно? Ёб твою мать, как стрёмно я б сказал. Ефрейтор, ёб твою мать, какого хера так страшно? Я слышу этих ублюдков, всё ближе и ближе. Спокойно. Тихо. Так, здравствуйте. Это что такое? Это хлебушек, надрезан по центру? Хера себе. Ярус 2. А где мои зайчики? Попрыгушки. Э! Баксбани, ёбаный, я вас слышал. Где вы есть? Блин, тут огромные помещения, слушайте, мне это не нравится. А трупов-то на карте сколько, ты посмотри. Контролёр работал наверняка, я вам скажу. Так, ну здесь что-то голяком всё. Нам, походу, предлагают всё-таки пойти повоевать с попрыгушками, только я пока не вырубаюсь, где они. Здорово, дружище. Это Левша, вольный сталкер. Последнее отправленное сообщение. Профессор, мне удалось попасть в закрытую часть комплекса, мои дальнейшие действия. Последнее принятое сообщение. Левша, вас понял. Двигайтесь в изолятор, попытайтесь доставить образцы ткани и Левша. Будьте осторожны. Голосовое сообщение. Что за чёрт? Ааа, голова. Нужно выбирать... Ааа, сообщение обрывается и слышен выстрел. В ПДА имеется несколько зашифрованных архивов. Забираем. Архивы нам нужны. Люблю зашифрованные архивы, знаете, я их очень любят покупать. Торговцы. Энергитоз. Сталкерский, вы видели? Значком сталкера. Это, ребята, продукция, а то он не кухры-мухры. Так. Магнитола не работает, радио не работает, ни хера ничего не работает. Печально. Точно нет никаких документов. Сейчас надо убедиться на всякий случай. Потом просру и всё. Ты уже не вернёшься обратно. Так, сейф. Ну, конечно. А ну. Ну, да. Тип-пяти сантиметровую стали я решил с дробоша вскрыть, да? Чё это, блядь, сейчас было? Кто там, сука, с дробоша так продавил-то? Так, записка Прометей, часть пятая. Подожди. Какой нахрен Прометей? Тихо, тихо, тихо. Ебай там Петрович прожал. Меня аж очко немножечко вдавило. Брат, ты чё? Так, ладно-ладно-ладно-ладно. Что? Блядь, сразу из Норки пошли. А что происходит? Простите, он с Норком ебашен. Ты посмотри. Проигранное сражение на битве. Брат, я тебе помогу, я тебе помогу, брат. Мак, жалко, он погиб. Погиб герой. Блядь, просто-просто был героем, погиб героем. Так, подождите, что происходит? Что происходит? Оооо! Блядь, моё ебало. Тихо. Да ёб твою мать. Кирайся, кирайся. Беги, беги, сынок. Сынок, беги. Беги, кореш. Сука. Грена, 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 грена. Туда пошла. Раз. Отступаем. И у них нас зажали. Сука. А чё так больно-то? Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо ты, ёб тебя, за ногу. Разорался мне здесь. Так, дроболыга у парня была. Не выходим. Ебучие церберы. Так, так. О, он лучше целее моего. Да не сюда, что ты делаешь? Какая-то всратая рокировка шмотками. Подожди. Тут один патрон остался. Стоп. А у нас больше нет дроби, только один патрон. Блядь, как всё вкусно-то, а? В вашем лесу. Тихо-тихо-тихо. Рус-двести раз. Чё, есть? Я готов, блядь. Я готов. И фрейтор под пиздюшкой работает. Сука. Ой-ой-ой. Теряйся. Есть контакт. Последний. Мы остались без амуниции. Мы остались абсолютно без амуниции. Ладно, пока так, раскидаемся. А, тут сотка на пистолете. О чём речь вообще? Можно не волноваться. Так, здравствуй, сэр. Что у вас было? Как вас звали? Артём Команч. Знаете, Артём Команч просто пресс-эф-то-респект и был лучшим. Спас. Спас. Вырубил первого снорка. Как говорится, принял на себя удар. Я так понимаю, это он там раздавал свои выстрелы по лестнице, пока шёл. Вот какие-то документы подняли. Под маркировкой номер пять. Сотрудниками лаборатории был установлен факт нарушения карантинной зоны. Лаборант Чистяков совершил героический поступок. Он запечатал нижние уровни комплекса. Да, вы не допустите, сразу дали. Однако погиб. Увы, на финансирование было прекращено. Проект закрыт. Подопытный, ответственный в комплексе профессоров Звягинцев. 2016 год. Ох уж эти, ох уж эти опыты. Едите его заново. Вот так. Мне до сих пор херово, но мне только что стало лучше. Пистолет слишком поломан, в нём смысла я никакого не вижу. Тут сейчас, знаете, в чём проблема? Если это то, что было ранее, как бы, в сюжете, то у нас сейчас проблемоска. Вот тут нас будет ждать контролёр. Вот в чём беда. Ага, нам здесь прям положили гранаточек, консервы туристов, какие-то анаболики, говорит, на, будешь нормальным кучком. Так, а что нам там дали? Что это, что это такое? Что это такое? Это радиация, противорадиационный препарат. А это что у нас? Химзащита. Спасибо, конечно, но это всё не то. Эх, бляха. Ну давай, пупсик, я сейчас постараюсь успеть в него кинуть рнату. Так, камеры, камеры, трупы, в супераммуниции ребята лежат. Классно. Стоп, а я могу с ними поговорить? Нет. Двери закрыты. Абсолютно закрыты. Ты не выйдешь. Не понял? Да в смысле не выйду, брат? Брат, отпусти. Отпусти, забудь. А где граната? Он не сдох. Его мих. Готов. Хорошо. Он не сдох. Ебать, копайся. Жизнь у тебя что-то не осталась. Ребята, на карполях. Игорь, ты отсюда не выйдешь, блядь. Пиздобол. Фух. Пацаны, а что? Что? Как? Что тут открыть-то? Подожди, я мастер по взлому. Сейчас, тут пароль 400. Нет, не работает. Сука. Закрыли, ребят, в хорошей амуниции. Как бы не знаю, кто они такие, но могу сейчас собрать с них шмоток. Слушайте, а могу сейчас проверить с помощью... Мы, блядь, где-то посреди леса, под самой станцией. Так, нет, я не вижу здесь данных, кто вокруг меня находится, к сожалению. Поэтому, ребят, я вас не спасу, хоть усрись. Я бы, конечно, хотел это дело открыть, но, к сожалению, не получится. Так, выжили уже хорошо. Чего мне так похеровело-то? У меня еще и... Сейчас, наверное, перегруз появится. А, нет, перегруза еще далеко. Похиляться. Хватит, конечно, ты себя пузецки отъел. Тут питался лаборантами, подлюка. О! Хитрожопый перец. Веселуха, веселуха. Ну, скорее всего, надо пытаться вниз. Опа, аптечка. Что-то так не хочется вниз. Меня, в принципе, я раз-два полностью устраиваю. Тут уже все зачищено. Как бы все хорошо. Кушать есть, чё. Ну, что-то останемся. Ай, кого я обманываю. Сойти вниз. Получать пиздюленную. Ну, ладно. Секундная пауза. Прерывал звук. Звук прекрасный. Так что, я думаю, можно продолжать ебашить. Так, пистолерос. Иди сюда. Эль пистолера. Ну, если будут зомби, то я, конечно, их положу. Мне дают что-то так много антирадов. Как будто намекают на то, что сейчас будет что-то расплавляющее. Ну, в принципе, я готов. В плане антирадов. В плане амуниции не готов вообще нихера. Типа, эта штука расплавится за секунд восемь, наверное. Тихо. Блять. Я там что-то невъебенное слышал. А паролей у нас нет, я так понимаю. Ну, конечно, необходима карта доступа. Всегда в лабораториях все на карте доступа строится, да? А что, карта доступа нет, есть, если кто-нибудь, а? Можно поинтересоваться? Я потерял весь скал, который был в моем организме. Хау и аптечку. Охереть, просто можно. Человек-жижня, блять. Так вот, какой ты, сука, болотный монстр. Это тот самый бабай, который хугает в детстве, типа? Бабайка тебя найдет. Да пошли вы нафиг, с этими бабайками, блять, обосраться можно. Да ебать! В костюме спауна, что ли, из DC Universe. О-о-о! Что ты такое? Бай, реально, слушайте, это, это It's Not Кровосос. Ёбаный, это вампир. Вампир из кровь и вино, из Ведьмака. Слышите, это же в натуре он, сука. У меня нету серебряного меча, блять. Ты чё? Алё, Вася, это не та вселенная. Извините, Геральт, у нас проблемы. Ёбаный. Брони больше нет, я... Бля... Блять, живи! Ножик! Нет, уходим вниз. Хардкорище хардкорное. Так. Мистер Твистер. А можно, скажем так, убить заранее? Пиздец. Да, да, да. Клинищие пистолеты, атаки сквозь бетон. Моё любимое. Сука, копытца. Да что с этим пистолером, я понять не могу. Напрямую размотаю сейчас его, размотаю. Размотал. Обещал, размотал, значит, размотаю. Всё. Боже, как я подтекаю очень жёстко. Так, пистолет себя изжил. Он прям ломается, каждый выстрел. Так, а есть что-то ещё под этот калибр? Нихера под этот... А, нет, есть вот этот пистолет. Всё, поехали. Это что у нас? Это у нас 11, что ли? А, это Браунин, простите. Просто был похож на Кольт. Где-то у нас 11. Это не он. Так. Всё. По щёчкам побили, собрали. Если, блядь, лаборатория... Ёб твоём. А тут химоза пошла. Где там что? Какие там банки были от химозы? Здравствуйте. Можно вас спушить. Что-то мне прям похеровило там снизу. Я не знаю почему. Прям похеровило. Ебически побежали, роняя Кал. Просто, просто беги, кореш. Где эта грёбанная карта? Кто там что закрывал? Я могу это лаборант вроде бы закрывать... Что-то... В запертии. Выбраться из лаборатории, здание выполнено. А, ну мы выбрались походу, да? Прям такое смачное туше похлебало. Щёлк! Там кто-то умирает. Что происходит? Гуды в нильёк-то? Я ничего не понял. Но это было жёстко. Там же была новость про то, что лаборант какой-то заперся... О, дверь в рай, походу. Заперся лаборант какой-то, собственно говоря, в нижнем отсеке. И вроде как там должно было всё, по идее, сдохнуть. Но он же, типа, героически закрыл с помощью своей жизни пожертвов ей. Должен ли с тобой или умереть? Но чё-то нихера. Там тварь одна очень жёстко не умерла, а других парочку тварей тоже не сдохли. Так что нас обманули, скорее всего. Так. Сразу забираю добро, чтобы не было потом претензий. Аптечка тоже забираю. Я не знаю, кто вы, мистер, и что тут делаете. Вот какие-то послания написаны. Причём от руки. Чё? Ставьте лайки на Эдгварду. На неё подписывайтесь. Он лучший блогер по Сталкеру и по другим шутерам, вообще, играм на Ютубе. Ого. Слушай, ну не я писал. Кто-то из наёмников. Довольно правдивая информация, мне кажется. Жопы. Жопы. Ну, контент. Так. Хмурый. Очукался. Вот и славно. Ну, рассказывай, кто-то в лаборатории-то оказался. Хмурый? Стоп. Голова. Ты помню. Шёл за Сталкером. Потом вспышка. А чему-то уже в лаборатории. Все мои вещи пропали. Попали, а далее уже на выходе из лаборатории я вновь спалился. Кстати, а как я здесь очутился? Да уж ситуация. Здесь ты очутился только потому, что мои ребята как раз только спускались в лабораторию и выделили твою объяснительную тушу. Потом глянул твой ПДА и выяснил, что ты из синдиката. Потом оказался со мной. Рассказали о находке и получили приказ заставить тебя ко мне. Ага. Спасибо, но с чего такая щедрость? Раз ты забыл, что за мной это лжок. Хе. Вот и возвращаю. Тем более, случай лучше явно не предвидится. Да есть какие дела, которые ты смог бы мне помолочь выполнить? Угу. Точно. Чёрт. Я уже забыл. Стоп. А что за дела? Пока не думаю об этом, поиги разведайся и следуй местность, так сказать, пригодится. А там еще поговорим о делах будущих. Кстати, не советую покасоваться к базе сталкеров. Они, ребята, нервные, могут пристрелить, седая отношения у нас с ними натянутые. Я тебя услышал. Буду ждать от тебя сообщений. Блин, воле и случая. Да-да-да-да. Это наш основной сюжетный квест, воле и случая. А это пикетные булочки. Я сейчас не про это. У этой же модификации есть, так понимаю, предыдущая часть предыстории. Я вот её то ли не проходил до конца из-за вылетов, или чё-то такое. Я поэтому тут не совсем вдупляю. Проблема. Ну, как обычно, реверсивное прохождение от Найт Гварда, знаете. Сначала проходишь туру часть, потом проходишь первую. Ладно, будем разбираться. Так, нам там подарили парочку элементов амуниции. Там какие-то жесткие замесы пошли, баталии. Сказали развеяться, значит, будем развеемся. А что с дверью? А, это твой фонарик так херачит. Что тебе мощные тут, ребят, фонари? Так, шкафчики пустые. Ебать! А что, никто даже не волнуйся? Типа, это в прятки вечеринства происходит такое, да? Мол, залив и залив. Склад местный. Так. Слушайте, нарочи на лишние вещи пока подскину сюда. Зачем они не нужны? Да, вот так, наверное, сейчас сделаем. Всё, нормас. Нам прям насыпали аптечек, хоть жопой есть. Бинтуйся, как мумия, 8 штук. Так что в этом плане всё шикарно. Блин, там что-то грозное рычало. Давай, давай! Чувакик говорит, давай, 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 поехали! А, не, этот парень не разговорчивый. Так, а с кем он там выйдет? Выросходить, что надо сделать? Я не совсем понимаю. Говорит, просто развейся. Я могу просто пойти поспать до утра. Кого ты здесь ебашил, дружище? Опа. Это все наши ребят. Тут мы, на самом деле, целый посёлок, я так понимаю. Несколько домов. Сидят наёмники. Блин, мне теперь стала интересна предыстория, как мы здесь оказались. Ё-моё. Может, для начала пройти первую часть? Так сказать, вступительную серию снял? Затравил публику? Мол, вот так и так есть такой мод. Но, во-первых, я его не стану, потому что я не разбираюсь в сюжете. И нужно пройти первую часть. Ничего нового, знаете ли, ничего нового. Говорится, каналы развиваются, но только не наши. У нас все по-старому. Стабильность признак мастерства. Так, вроде бы нихера нет в этом домике. Мы сейчас где? О, знакомая большая локация. Я понял примерно, где мы. Ждает сообщение от случая. От случая, от хмурого. Так, в поисках себя понять, что произошло. Здесь что-то не так, как я оказался здесь. И где моя снаряга? В смысле? А, это он про лабораторию, наверное. Снаряга-то при нас, в принципе. Какая-никакая, но есть. Мне кажется, надо пойти поспать. Чего смысла тут ночью шляться без особо хорошей амуниции? Что-то я вообще в этом смысла не вижу. Можешь где-то прикурнуть? Нельзя? Да в смысле нельзя? Да не поверю. Та ё-моё, кровати стоят как бы для чего? Чтобы я спал? Ну? Братан, ну пожалуйста, ну разреши. Так, стоп. Ещё раз. А, ну всё, всё, до утра, до восьми утра. Поехали. О, всё, вернутся к хмурому. Я, как бы, знаете, опытный сталкер. Ну что, развелся? Очень надеюсь, что да. Ибо вот тебя ждёт работа. Жду тебя. Братан, я как бы спал перед тобой всю ночь. Просто я, как опытный сталкер, стараюсь, так сказать, взвесил все вот эти вот за и против. И что-то по ночному лесу гулять, знаете, вот такая ситуация довольно херовая. У тебя там вполне могут совы выебать. Ага. А вы что думали, это только кабаны страшные? Не, блядь. Мутировавшие совы, ребята. Она один раз угухнет, и ты обосрёшься. Опа. Паренька, это что? Это, подожди, ФНК, что ли? С ребятами лучше не шутить. А тут реально просторы лесные. Вот там аж аномалия какая-то закорюченная красивая. Мгм. Мы к ней, господи, наверное, чуть попозже. Так, ладно, раз ждут, надо пойти поговорить. Жрать хочу просто пиздец. Сейчас хлеба накидаюсь. Заем консервы. Супер. Этот, это утрица, ребята. На костерке открыл баночку тушёнки. Прямо с бэта. С буханкой хлеба навернул. Бать, красотень. Так, дружище, ну давай. Рассказывай, что за дело. Смотри, поскольку снаряга у тебя хорошая, подправлять тебя на опасные задания... А, простите, тут в кавычках. Смотри, поскольку снаряга у тебя... Хорошая. Подправлять тебя на опасные задания я не стану. Для начала тебе нужно разыскать сталкера по имени Некраса. Понятно. Есть предложение, где его искать. Увы, искать тебе придётся по всей территории пустых земель. Ладно, есть удаться его найти, что дальше? Что-то подсказывает мне, что он уже мёртв. Значит, привезти его не выйдет. В таком случае принеси его ПДА, там мы же будем смотреть по ситуации. Хорошо, я тебя понял. А второе задание? Кое-что есть. Я увесил внимание. В общем, смотри, недавно мои бойцы отчаялись с заданием и напоролись на кровососы. Всё бы ничего, но тварь оживучая оказалась. Мои ребята выпустили в несколько магазинов, а тот даже и не почесался. Видел я одного такого. Это не с пустых земель, не с кордона, не с агропрома. Это специальные кровососы из Кайр Морхена, прибывающие сюда. В общем, почти весь отряд на том свете. Но одному удалось и выжить, и он дал координаты места нападения. Думаю, что тварь до сих пор та. Берёшь, что-то сделает. Да, как два пальца об асфальт. Сделаю. 3000 больше не дам. Хорошо, жди. Так, ещё какая-то работа есть? Больше нет. Понял, принял, начальник. Понял, принял. Сделаем. Фонарик долой. Так, по амуниции я всё лишнее скинул. Калаш себя ставил, но без патронов. Пистолет у нас есть. Такой патрон и такой патрон. Дробаш пока что пустой. Ребята неразговорчиво, ни с кем поговорить. А, поторговать можно, но тут нет того, чего мне нужно. Мне нужны патроны на дробаш. Чем занимаешься? Да так, отдыхаю просто. Мне нужно одно место, переведёшься на рождение. Опа! По центру их есть забабки, забабки водят тебя по локации. Не, пока не нужно, но, конечно, опция хорошая. Опция хорошая, ребят. Ребята могут тебя проводить в любую точку, если ты захочешь. Случит неплохо. Не кашляй, блядь. Сейчас вирус, как бы, эпидемию поклонить, а ты кашляешь. Так что, это очень опасно. У нас 7 бутылок водки по 36 рублей. Хотя, ладно, пока не буду продавать. Это будет мой козырь в рукаве. В случае чего я смогу сбагрить кому-нибудь. Так. Сейчас я по-быстрому залечу к пацанам. Здесь распродамся, потому что... Ну, вдруг у кого-то есть дробь, но хер ли нет. Идти сейчас на коровососе без дробей, это то же самое, что, я не знаю. Я даже не знаю, ребят, какой пример привести. Это то же самое, что идти в туалет без туалетной бумаги. Но, бессмысленная ситуация. Как бы, ты изначально проигрываешь. Кстати, а тут снизу нихера не было. То я знаю, эти тайники импортные. Но нет. Эх, беда. Так, чё, куда идти? Хмур и прощен проверить одно местечко на наличие опасно мутанта. Это прямо здесь рядышком. Вот такой красивой аномалии. А вот сталкер бьется искать самому типа. Где-то здесь на огромной локации. Заебись. Ладно, пошли поговорим с этим кровососи. Думаю, сейчас его раскидаем по-быстрому. Если энергитост сожрём. Ящики у нас есть. Не, ну 200 патронов он не должен вытерпеть. Как бы. Причём реально подошёл вплотную к базе. Посмотри, какой охуевший тип пуля оказался. Опа! Зайка моя! Я твой зайчик. Рыбка моя. Я твой котик. Это такой же, блядь, это такое же, реально, сука. Эти грёбаные нельфгардские кровососы. Он поднялся на кирпич. Ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой. Так, энергитостик. Надо сейчас, наверное, сразу в себя вдуплить. Ага. Чтоб я мог бегать. А куда мне ныкать? О, сортир вижу слева. Давай, тригорись, падла. Туалет наше, всё. А, это не туалет, это подвал. Вижу. Ебать, ебашу. Он не знает, где я, он не понимает. Глупое создание. Он мне врубается. Парень потерялся. Сука, по-моему, ему похеру. Может, кину туда грену, смотрите? Да не, ну нормально, должен дошиться. А у меня пульки падают. Ёб твою мать, пистолет, не огорчай меня так. Ля-ля-ля, он просто потерялся в пространстве. Где, где, что, откуда? А, а. А тут, блядь, спецназ как бы работает. А, патроны всё? Патроны еблышь? Так, у нас другой пистолет ещё есть, подожди. О! Калибр помощнее пошёл. Всё! Легчаешь, ёб твои, тут какие-то катакомбы подземные, пока сюда не полезем. Так, товарищ. Тут два трупа, реально. А, чё, пацанов было? Пиздец! Вампиры! Пацана, была МПХ целая. Вот это, это гуд. Правда, я сейчас только что все патроны просрал, по-моему, на МПХ, не ошибаюсь. А второго паренька... Калаш был целый. Да моя ж ты, зайчка. Пацаны, как вас звали? Муравей и... Холодец. Плять, холодца захотелось. Эй, ребят, землёвым пухом, чтобы всё у вас было хорошо, так сказать. Отдыхайте, покойтесь с миром. Ну, вы поняли. Блин, ну, холодца реально захотелось. Мммм... Такой вкусный холодец. Смажешь на хлебушек горчичку. Кусаешь тот хлебушек. Потом эти горит вороту, и ты это дело, так сказать, охлаждаешь самим холодцом холодным. Так, ладно, ладно, всё, всё, всё. Мы в чёрном, блядь, тут опасность. Серьёзная опасность. Здравствуйте, сэр. Хмурое дело сделано. Я сомневался, Гриф, очень рад, что ты всё-таки избавила моих парней от неприятного сюрприза. И что там за тварь была? Ну, кровосос, вроде как, правда, какой-то необычный. Выждал, пока подойду поближе и атаковал. Интересная стычка вышла, такие же. Интересно, интересно. Награду свою ты таки заслужил, держи честное слово. Блять, всё... Говорил 3000, дал 5400. Я не понимаю. Братан, ты что-то работаешь не в ту степь. Так, калаш был с патронами. Калаш был с патронами, значит, можно свой скинуть. Пистолеты теперь не нужны нам. Оба можно всё выкидывать нахрен. Так, что мы делаем? Мы сюда скидываем поломанный калаш. Пистолеты все скидываем сюда. Ставим себе туда МПХу. Это тоже скидываем. Это скидываем. Дробаш себе оставлю. Ронатки, всё остальное, в принципе, нужно. Кайфы. Здесь калашик с 30 патронами. И МПХа, где дохера магазов. Всё. Так, теперь. У нас есть база на карте. Но это явно прям намёк, что надо сходить поговорить с одиночками. Хотя, вроде как, с ними контакт не очень хороший. Но я же не представляю интереса именно этих наёмников. Поэтому я могу договориться в любом случае с этими ребятами. Плюс какие-то подземные катакомбы есть. Почется у них тоже опуститься. Не знаю, сколько они правильные или неправильные. Но давайте глянем. Мне кажется, если они не знают... Точнее... Опа! Нифига себе! Что? Некрасов! Так это он и есть! Так, последнее отправленное сообщение. Всем, кто меня слышит, на нас напали. Просим помощи! Повторяю! Просим помощи! Последняя заметка. Похоже, это конец. Жаль, что не удалось передать результаты исследования Сапсану. Блин, такие все знакомые имена. Как будто я реально играл в первую часть, но забросил её. Прям жуткое ощущение. Мне это не нравится. Прям вообще не нравится. В смысле, а к нам гости пришли? Ой-ой-ой. Ну, это мы сидим в ПДА. Сейчас, бац, и призрек заспинывай. Нет, ничего. Повезло. Это просто сюжетная катсцена, что мы нашли, так сказать, этого паренька. Слушайте, правда, вот это, ребят, я эти квесты уже не делал. То есть, я вот... Успокойся, успокойся! Я только в лаборатории играл в эту модификацию в самом начале. Так что, это случайность. Но видите, как разработчики сделали? Это называется, ребята, геймплей. То есть, чувак, который делал здесь структуру квестов, он не дурак. Он дал тебе доп-квест на кровососа. Ты идёшь к кровососу и замечаешь, так сказать, спуск к подземку. Идёшь по нему и находишь сюжетный квест. Вот это, это просто, это уважение. Как бы поначалу квест меня испугал, потому что, вы знаете, у меня тапографический ретинизм. В Сталкере я не могу находить тайники. Это нужно, так сказать, передавать сразу там Клику, Шкреку, Хьюгу, другим ребятам. Они там постоянно находят в всяких народных борщах эти квесты за 3-9 земель. Я так не умею. Вот тут разработчики сработали круто. Я таких квестов обычно боюсь на просто поиск. Найди где-нибудь, без подсказок. Тут я, видите, как пришёл. Хоп, так и так. Кровосос, а слева нычка и всё. Это круто. Прямо порадовали. Так. Ну всё, можно возвращаться. Пока всё как по маслу едет, слушайте. Я вам даже сказал, мне даже интересно сейчас в это всё играть. Единственное, что это ощущение, что я как будто играл в какую-то часть, похожую на эту, но забыл её. Чертям собачьим. Потому что очень названия этих ребят знакомы. Так, задание выполнено. Ты был прав, он мёртв, однако его убили недавно. Вот его ПДА. Хм, похоже он тесно связан со Сталкерами. Нет, хорошо. Мы сможем использовать это в своих целях. Да, и отношения сможем более-менее наладить за счёт этого ПДА. Так, ПДА оставь себе. А, может ты посвятишь меня в свои планы? Потому что просто так я на убой не пойду. А, придержи коней. На убой тебя никто не отправляет. Тебе просто нужно будет сходить к Сталкерам, передать им этот ПДА. Информации особой в нём нету, поэтому лучшим для нас вариантом будет наладить отношения со Сталкерами. Да и в будущем пригодится иметь контакты с лидером их движения. Эти ребята тут уже порядком полугода, поэтому информации о местности и их обитателях у них, собственно, больше. Так, хорошо. А, что по поводу моей награды, или я просто так искал этого Сталкера? Ах, узнаю старину Грифа. Вот, небольшая сумма и ножки подронов к стволу. ПМЖ-19, это неплохо, и 5 тысяч. Не думал, что ты настолько жадный, хотя это лучше, чем дырка дублика. Так, хватит пустой болтовни, собираюсь двигаться Сталкером. Пока будешь идти, я постараюсь договориться с ними, чтобы тебя на подходе не пристрелили. Ладно, я пошёл. Слушай, пока всё вообще логично, красиво и... Ну, прям хорошо. Прям хорошо, ребята. Я на этом предлагаю решить первую серию. Вот, на этом потрясающем моменте. Ребята, вот такая модификация. Опа, что там залетело? Мне удалось договориться со Сталкерами. Ага. Я тут, знаешь ли, серию заканчиваю. А меня ещё и телепортировало. Слушайте, пока всё вообще идеально. Я не особо люблю по локациям и большим шастать. Я не особо люблю искать квесты, типа, так сказать, херами где. Слушайте, у нас со старта была интересная лаборатория, которая должна была пройти, так сказать, суметь найти все припасы и пройти разные ловушки. У нас был довольно логичный и каноничный и интересный квест. Ещё и телепорт сработал, чтобы, так сказать, наше время сэкономить. Пока что всё шикарно. Я не знаю, разработчики молодцы. Как минимум вот на эту минуту мне всё нравится. Поэтому, ребят, ещё раз подчеркну про поддержку. Ссылочки оставлю в описании. На этом пока всё. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки. Пока-пока.